Движение вверх. Почему цены на полуострове продолжают расти? Вроде бы и мост построили, и поставщики какие-никакие наладились. И местные производители у нас развиваются активно, а цены по-прежнему кусаются. Проблему обсудим с нашими гостями. В студии Ян Латышев, заместитель министра промышленной политики Республики. И Артем Евтушенко, председатель союза промышленников и предпринимателей Крыма. Ян Владимирович, сколько сейчас литр молока стоит? Помните? В зависимости от какого, 35-50 рублей. 35-50 рублей. Это вы очень низкие цены говорите. Я могу сказать от 50 до 90. Ну, 90 это уже подпастеризованного длительного хранения. Ну, вас цены на полуострове устраивают? Дело в том, что цены это, ну, скажем так, понятие, которое не может устраивать никогда. В любом случае цена подразумевает процесс передачи денег от одного человека другому. Понятно, человек, который отдает. Справедливая, наверное, передача денег. Все-таки на этом должно стоить. Да, безусловно. Ну, не совсем, откровенно говоря, согласен с вашим тезисом о том, что у нас цены растут. Да, наблюдается повышение цен. Но это, в общем-то, тенденция сегодняшнего дня, которая присуща практически всем регионам Российской Федерации. Один момент. Всем регионам Российской Федерации, ну, просто вот цифры, цифры. Относительно декабря у нас индекс цен в Республике Крым составил 105%. Это данные статистики. В Краснодарском крае Ростовской области 102%. В принципе, это, ну, в пределах статистической погрешности. Ну, хорошо бы цены росли наряду с зарплатами. Тогда еще можно было бы с этим согласиться. А здесь пока такой вот равной динамики нет. Но сейчас вот потребительская корзина, да, есть заявление, что она подешевела даже на одну десятую, да? А с начала года-то она выросла на 8%. Разве это достижение? Мы не говорим о достижениях. Тут надо говорить о, ну, скажем-то, о работе экономических инструментов. Или не о работе этих инструментов? Скорее всего, о работе. Да, цены сегодня незначительно выросли. Прежде всего, это, ну, касается зерновых и все, что с ними связано. С ними связана эта продукция, ну, животноводство, естественно, колбасные, колбасные и изделия. Мы не должны забывать о том, что в этом году, к сожалению, были достаточно сложные условия для сельского хозяйства. Иван Владимирович, ну, объективно, каждый год есть какие-то факторы. Артем, вот на ваш взгляд, цены на полуострове, они обусловлены какими-то экономическими факторами или банальной жадностью? Ну, по-другому в любом случае быть не может. Конечно же, они обоснованы. Вопрос только, то есть, тут необходимо разобраться, из-за чего они растут. И первое, то есть, это стандартная, первый курс экономики, в общем-то, говорит о том, что инфляция, есть такое понятие, и оно присуще рыночной экономике. Это в Советском Союзе, когда у нас была плановая экономика, цены не росли, а даже где-то снижались. Хотя, вот я сейчас тоже поднял, посмотрел, там, по ЖКХ они, например, росли. Так вот, если говорить об этом, то, в общем-то, статистически мы в допустимых пределах. Ну, в том году было 2,5%, сейчас это где-то 4%, но это статистически. Я в статистику не всегда верю, как предприниматель. В общем-то, в США, например, в районе 2-3%, в Европе 2-3%. Ну, то есть, инфляция, это нормально, то есть, она присуща рыночной экономике. За счет этого мы получаем удовлетворение дефицита, то есть, у нас есть разнообразие товара, чего нет в плановой экономике и так далее. То есть, есть свои плюсы, есть свои минусы. Вопрос, почему у нас цены дороже, чем на материке, здесь нужно понимать то, что Крым не является транзитным регионом. Крым находится в стороне, Крым находится сегодня под санкциями. Мало того, основной причиной того, что цены поднимаются, ну, или, точнее, они выше не поднимаются, потому что поднимаются они везде приблизительно одинаково, но у нас всегда они выше, это можно по всему посмотреть. За счет того, что, вот смотрите, на материковой части экономические и логистические связи формировались десятилетиями. У нас полностью это единственная сфера, которую можно констатировать факт, если там вправе, где-то еще мы, в общем-то, как-то интегрировали, перемен, ну, то есть, подстраивались. То есть, здесь у нас полная переориентация произошла. То есть, у нас на сегодня официального сообщения с предыдущими поставками, ну, просто его нет. Артем, ну, вот вспомним заявление ряда чиновников о том, что со строительством Крымского моста, да, как только вот пойдут фуры по мосту, сразу цены упадут. Никогда в это не верил и всегда говорил о том, что это никаким образом не повлияет. В долгосрочной перспективе косвенно, незначительно, да. Но не упадут, наверное, может, сдерживать. Я всегда говорил, средняя фура, ну, средняя, удельная фура, которая заходит, может, с картошкой заходить, может, с телевизорами заходить, разная цена. Средняя 2 миллиона. По прому переход стоил 20 тысяч. Это 1%. Возьмем туда-обратно 2%. Насколько это серьезно влияет это? По времени 2,5 часа. Сейчас это порядка 20 минут. Ну, то есть, это не 2014 год, когда люди не хотели ехать, цены были в 2 раза больше на логистику, за счет того, что можно было застрять и на неделю, и так далее. Первое. У нас нет здесь транзита и потока груза, который, то есть, усложняет... То есть, дело было не в переправе, и сейчас дело не в наличии моста. Основной причиной, которую я считаю, это дистрофия нашей логистической системы, которая, в общем-то, на десятки лет отстала от той, которая на материке. У нас нет серьезных логистических игроков, которые, опять же, идут в комплексе с федеральными сетями. Поэтому, соответственно, у нас структура логистическая такая, что, в общем-то, где-то напоминает 90-е годы, когда челноки только не с сумками бегали, и сейчас это с КамАЗами ездят. То есть, каждый по чуть-чуть, у них себестоимость большая, наценка. То есть, все вроде бы работают, экономика таким образом работает, что они не могут сильно повысить цену, что конкуренция идет, у другого возьмут. Но при этом за счет высокой себестоимости, в общем-то, у нас цена немного выше. Ян Владимирович, вот вы сказали о том, что, в принципе, крымские цены, они не сильно разнятся, да, там буквально несколько процентов по сравнению с ценами в других регионах Российской Федерации. Но взять близлежащие Краснодары. Вот сейчас попрошу режиссера вывести на плазму картинку, там, где мы сопоставили цены Симферополь-Краснодар. Вот посмотрите, да, говядина 350 в Краснодаре, 400 в Симферополе, фрукты там 60-88, 80-100 рублей, рыба 300-400 рублей, чай почти в полтысячи разница. Вот мы берем эти продукты и действительно видим, что разница, ну, сколько, 300-400 километров. А почему такая огромная наценка? Ведь дело в этом случае, наверное, не в логистике. Ну, прежде всего вопрос, какой товар мониторить в рамках одного наименования. Ну, в любой группе товаров существуют, ну, скажем так, товары для людей, ну, скажем так, с небольшими доходами и есть премиум-сегмент. Тут надо различать. Хочу отметить, что, безусловно, даже если взять вот одинаковые товары, ну, группу, допустим, 50-100 наименований, безусловно, в двух разных регионах цены будут отличаться. Я хочу сказать, не только в разных регионах. Вот у меня коллега только что узнала тему моего эфира и сказала, слушай, ну, я вот недавно заходил в один магазин, гель для мытья посуды стоит 70, в другой магазин этот же гель стоит 140, ровно в два раза. Как такое может быть? А где механизмы регулирования? Где механизмы воздействия? Так, дело в том, что, скажем так, механизмы регулирования и заключаются в том, что предприятие торговля подняло цену. У них, скажем так, в два раза. В этом магазине просто перестанут покупать этот товар. Они будут вынуждены со временем снизить цены. Но у государства, вот мой вопрос в том, у государства есть эти механизмы воздействия, вот, каким-то образом регулирования? Сегодня в соответствии с действующим законодательством госрегулирование цен может вводиться по правительствам Российской Федерации в случае, если по данным статистики розничная цена на конкретный товар в течение 30 дней увеличится на 30%. После этого вопрос выносится на рассмотрение правительства и принимается, ну, либо вводится госрегулирование, либо нет. Госрегулирование может вводиться в форме установления, ну, предельных розничных цен. То есть эффективных инструментов на сегодня нет? Есть, есть. Но они носят рыночный характер. Сегодня можно, сегодня, ну, главным инструментом по сдерживанию цен являются ярмарочные мероприятия. У нас по республике Крым действует, еженедельно действует порядка 200 ярмарочных площадок, цены на которых, на вот основные группы, ну, на основные овощи, мясо, рыба, ну, скажем так, в зависимости... Мы вот сейчас к ярмаркам вернемся. Один момент. На 20-30% ниже цен, которые установились в розничной цене. Относительно все-таки, вот если мы вернемся к розничным ценам, опять-таки, ну, можно верить статистике, можно не верить. Но за октябрь, ну, Крым это единственный регион в Южном федеральном округе, в котором наблюдается дефляция розничных цен на продукты питания. Ну, действительно, статистике можно верить, можно не верить, да, но от того, что видят глаза крымчан, от этих ценников, да, тоже не уйдешь. Артем, я бы хотел продолжить тему вот этих колоссальных наценок, да, где один предприниматель продает условно с 20-процентной накруткой, да, а второй там все 200% может накрутить. В этом случае неужели, вот вы как председатель союза промышленников, да, и предпринимателей, предпринимателей не можете каким-то образом, ну, если не воздействовать, то, по крайней мере, там провести разъяснительную беседу. Вот в этом случае как поступать? Нет, ну, подождите. Вот, вы знаете, сейчас можно, конечно, сделать крайними предпринимателей, которые, в общем-то, со своей неуемной жадностью пытаются на всех заработать и так далее. Но предприниматели же являются сами тоже и покупателями, ну, у предпринимателей-то не по волшебной, там, какой-то палочки или сундука, они достают эти товары. И они тоже точно такие же участники рынка, и у них есть точно такие же сотрудники, которые, да, то есть вот мы с вами, да, где-то же, наверное, работаем, соответственно, мы получаем какую-то зарплату и так далее. То есть есть определенные себестоимости, набор себестоимости, который, в общем-то, формирует общую себестоимость, который прибавляется на оценку и так далее. Наценка перекупщика одного, второго, третьего. Скорее всего, ну, одного, второго, третьего вполне возможно. Я вам рассказал о том, что, в общем-то, пока у нас будет работать система логистическая в таком виде, в котором есть, вот ее, если взять сейчас срез, она реально отстала, и она реально, у нее структура сейчас, это, в общем-то, человек на КАМАЗе, который возит условно там на один из оптовых складов какой-то товар, вот специализируется, и таким вот образом зарабатывает. Причем, я вас могу уверить, не сильно он много зарабатывает за счет того, что у него нет технологий по сравнению с, то есть целыми инфраструктурами серьезных логистических компаний, где там все автоматизировано, где полный идет анализ, где, в общем-то, формируется и цена и так далее. За счет этого они берут по более низкой цене, они умеют, так сказать, отжимать у заводов, у производителей хорошую цену. И, соответственно, за счет низкой себестоимости доставки и распределения они могут давать приемлемую цену. Артем, я вот хочу просто на примере сказать, к примеру, Ян Владимирович, у него есть пакет молока, да, он подавил корову, у него есть пакет молока, он хочет его продать мне. Вы покупаете у него пакет молока, да, за 50 рублей, продаете мне за 70. Зачем мне вы как звено, если я хочу купить напрямую за 50 рублей? Ну, потому что в этом всем происходит еще не просто, оно само просто взял и переместилось, например, из Краснодарского края в Республику Крым. А почему крымские предприниматели не могут напрямую сотрудничать с производителями материковой части страны? Ну, потому что оно это все не так уж и просто. Ян Владимирович, пожалуйста. Дело в том, что далеко не всякий, скажем так, даже редкий товаропроизводитель готов работать с мелкой розницей, с придомовыми магазинами. И эту функцию по доставке товара, скажем так, в мелкие магазины, в придомовые, на себя берет поставщик, который организует этот процесс. Функция производителя произвести. И он этим занимается. Если мы говорим о том, можно ли, скажем так, как-то отрегулировать цены на конкретные товары в отдельных магазинах, в принципе, это не в принципе, а эта работа ведется. Ведь у нас в каждом регионе действует рабочая группа, которая мониторит цены в различных магазинах своего рода. Давайте на примере ярмарок, раз вы начали о них говорить. Это даже не ярмарка. Мониторят цены. В случае, если рабочая группа представителей органов местного самоуправления видит, что цена явно выбивается из общей тенденции, просто объясняют предпринимателю, что по этой цене у него не купят этот товар. Нет, ему не надо даже объяснять. Рынок ему и так объяснит. Он и так понимает, что он его не покупает. Просто это, во-первых, из-за некомпетенции, например, раз предпринимателей. Второй момент. Из-за того, что он не в правильном месте взял, например, дорогую недвижимость, я имею в виду, в аренду. У него же тоже есть куча предпринимателей, потому что мы с ними работаем каждый день и понимаем их боли и проблемы, которые есть. И достаточно тяжело. Когда предприниматель идет за кредитом в банк и не может получить, и берет просто за безобразные проценты, берет эти деньги. Куда он их денет? И, соответственно, потом безобразные накрутки. Да, и поэтому, соответственно, крайне же кто? Кому вы деньги даете? Поэтому, соответственно, в нем вы видите все зло. Вопрос. Тут комплексная проблема. Здесь необходимо партнерское участие и предпринимателей, и правительства в том, чтобы инвестиционный климат развивался правильно, как необходимо. Для того, чтобы, в общем-то, способствовалось развитию именно технологических процессов. Ну вот перед вами представитель власти, да, на сегодня, профильного министерства. Вот есть какие-то предложения, пожелания, требования, просьбы? Сейчас, вы знаете, точно не хватит и часа, наверное, на все предложения. Мы работаем на специальных группах, совещаниях и так далее, где это все обсуждаем. И опять же, еще один из вопросов, почему все-таки у нас не бывает сказки, вот так по щучьему велению раз, в один щелчок, и все изменилось. Мы двигались в другом направлении, и сейчас нам наладить эти все связи, контакты и, в общем-то, создать это все, для этого необходимо время. А при условии того, что мы еще находимся, в общем-то, под санкциями, и многие просто материковые организации не хотят связаться с Крымом, потому что Крым, на самом деле, с точки зрения объемов поставок, он не самый большой регион. Хотя, вот я напомню, что в профильном министерстве заявляли, что уже сейчас материковые предприятия проявляют повышенный интерес по ставкам своих товаров. Нет, проявляют заходы. Интерес есть, товаров нет, Ян Владимирович. Дело в том, что для того, чтобы рынок изменился, ему нужно время. Сто процентов. Это достаточно часто повторяю, это работа весов, спроса и предложения. У нас грузоперевозки через мост идут чуть больше полутора месяца. Вы сколько в месяц на продукты тратите, Ян Владимирович? Не считал. Не считал. Я сомневаюсь, что человек вашей специализации не будет считать, но потребительская корзина, чуть больше, на копейке, больше 4 тысяч рублей. Можно прожить на эти деньги в месяц? Вы бы прожили? Дело в том, что это минимальный набор потребительских товаров. Речь идет о социально значимых продовольственных товарах. Ну так чтобы с голоду не умереть просто. Никто не говорит, что на эту сумму человек должен прожить. Это, наверное, наш стандартный набор жиров. Это четверть яблоков и углеводов. Это стандартный набор. Про существовать возможно. Да, но мы говорим о жизни в Крыму. Хотелось бы жить у нас на полуострове, поэтому обсуждаем. Я бы хотел вернуться к ярмаркам, Ян Владимирович. Вы говорите о том, что это, наверное, один из немногих инструментов, который может воздействовать, но и который эффективно себя показал у нас здесь на рынке с точки зрения борьбы. Но я вот был на такого рода ярмарках. Безусловно, там может быть, в моем понимании, процентов 50 и стоят производители этой продукции. Может быть, фермеры приехал. Но остальные 50%, опять же, повторюсь, на мой взгляд, те же перекупщики. И цены у них практически такие же, как и на рынках. Есть даже три типа ярмарочных мероприятий. Первый тип – это ярмарочные мероприятия, которые проводятся предпринимателями. Это субъекты хозяйственных, для которых это бизнес. Об этих ярмарках вообще-то не стоит говорить. Их достаточно мало. Ну, скажем так, немного на территории Республики Крым. И там торгуют, как правило, непродовольственной группой товаров. Вторая группа, ну, скажем так, ярмарок – это ярмарки, муниципальные ярмарки, которые проводят органы местного самоуправления еженедельно. 50% на этих ярмарках предоставляется для товаропроизводителей. 50% – ну, как правило, это индивидуальные предприниматели. Ну, перекупщики, назовем их так. Это индивидуальные предприниматели. Это фактически, ну, скажем так, инструмент обеспечения рабочих мест. Ну, эту задачу и проблему никто не отменял. А торговля – это сегодня наиболее, ну, скажем так, простой механизм самозанятости насилия. Ну, нам же не нужно, чтобы все крымчане или через одного были там перекупщиками или индивидуальными предпринимателями. Безусловно. Третья группа ярмарочных мероприятий – это республиканские расширенные ярмарки, которые проводятся с участием исключительно товаропроизводителей. Допустим, в городе Симферополе уже вот в течение последних двух недель, каждую неделю была такая ярмарка, на следующую субботу планируется. Спасибо. Артем, ну, вот если говорить о предпринимателях и их участии, вот я имею в виду производителей, да, в частности, там, сельхозпродукции, к примеру, или любых других, они действительно готовы жертвовать своим временем, своим производством и выезжать на ярмарку? Ну, это, во-первых, для крупных предприятий не сильный затрат, но больше это, наверное, имиджевый вопрос. Но и в то же время это не дает определенный там большой какой-то процент валового дохода именно самого предприятия. Но если мы, вот, кстати, вот говорим, одна из причин еще повышения цены, в общем-то, бюджет Крыма с 2014 года, да, если сравнивать, там, 2013 и 2014, там, в районе четырех раз, ну, в три точно увеличился, и так стабильно идет. К нам идет по федеральной целевой программе колоссальное вливание. Соответственно, к нам достаточно большое количество народа с этого времени, то есть, приехало, как минимум, как осваивать, ну, и плюс мы приняли наших братьев с Донецка, да, то есть, которые тоже увеличили количество населения. Соответственно, экономики стало больше, людей стало больше. А производство и удовлетворение этого спроса, мы видим только вот элементарный пример, это по аренде жилья. Почему оно возросло? Потому что появился спрос и предложение, элементарные вещи. И так это во всем. То есть, увеличилось количество потребителей, увеличилось объем в экономике Крыма денег, средств, но при этом удовлетворенность осталась не закрыта. Соответственно, вот на этот процент и получается компенсация. То есть, по сути, рынок диктует условия. Ну, господа, я хочу напомнить, что Крым все-таки это курортный регион, да, и в том числе ценообразование здесь, в Крыму, может влиять и на количество туристов, которые готовы приехать к нам отдохнуть. Я хочу вот, чтобы на плазму сейчас вывели комментарии тех людей, которые здесь отдыхали, и что они думают касательно цен, да. Да, отдельным товарищам бы голову не мешало чуть-чуть открутить. Крым оборзел по поводу цен. Троекратная разница. Рубят бабло на наших потребностях. Вот, цены в Крыму неадекватны. Это из такого, из мягкого, потому что пришлось кое-где замыливать. Там были выражения не совсем литературные, если мы говорим о крымских ценах. Вот тут, опять же, вопрос. Кто это пишет? Это, в общем-то, пишет материк. Материк, который привык отдыхать за границей. Крым, где есть определенная культура, где выстроены, опять же, годами взаимоотношения между предпринимателями, где, в общем-то, это все сформировано как рынок, как климат. Вот этот климат как раз-таки сегодня в Крыму формируется. И тут не нужно искать виноватых. То есть, начиная от того, что мы делаем в подъездах наших домов, да, когда просто не доходим до туалетов. И заканчивая, то есть, когда бумажку просто выбрасывается вот так вот на улице в курортный сезон и так далее. И мы ждем, чтобы к нам приезжали. Понятное дело, от культуры общества начинается и заканчивается всем вот как раз-таки основным. Ну, как показывает практика, цены тоже имеют большое влияние. А как вы предлагаете регулировать это все? А здесь не я должен предлагать. Вот у вас сидит напротив вас представитель власти, и вы должны спрашивать, какие предложения есть. Может ли власть регулировать это? А вот спросите у власти, если нет, возможности регулировать. Нет, это относительно комментариев. Мы начинали нашу с вами беседу с того, что цены по большому счету редко когда могут устраивать покупателя. Потому что это подразумевает, мы уже говорили, передачу денег. Это раз. Второе, когда мы говорим о ценах в курортных регионах, опять-таки нужно делить. Если мы говорим о ценах в местах массового скопления отдыхающих, людей, как правило, которые приехали с деньгами, понятно, не для того, чтобы потратить их, а для того, чтобы отдохнуть, но у них повышенная покупательская способность. Естественно, рынок реагирует, скажем так, на эту повышенную покупательскую способность, даже если это зачастую товаропроизводитель. При этом, если отойти, грубо говоря, 500 метров от места, где постоянно проходит или находится отдыхающий, и зайти в супермаркет, там цены будут такие же, как в целом по республике Крым. Мы сейчас говорим о том, что вот такие цены могут испугать просто отдыхающих, и они больше в Крым не приедут. Пугают, уже пугают. Не пугают. Но дело в том, что это общемировая тенденция. В местах скопления отдыхающих цены всегда выше. А почему, сравнивая там с той же Турцией, да, говорят, что мы в Крым не поедем, лучше в Турцию, учитывая эти цены? Если это общемировая тенденция. Давайте опять-таки разделим. Мы говорим о ценах на продукты питания или, ну, товары, ну, непродовольственную группу товаров, или мы говорим о ценах на гостиницы, санатории и тому подобное? Я считаю, что цены у нас, как бы, если мы обсуждаем цены, давайте обсуждать все уже пункты. Нет, тут государство может регулировать, но может регулировать косвенно, создавая условия для развития бизнеса. Если говорить о Турции, вот любимый мой пример, там, 20, ну, почти 30 лет назад, в Анталии, по сути, после КОС, там, даже первое, что строение построили, это построили причал для выгрузки строительных материалов. То есть это первое, с чего началось. То есть когда в партнерстве государства с предпринимателями обозначили территорию развития, то, соответственно, после этого там сформировались правила, там сформировались отраслевые стандарты, там сформировалась определенная культура, там заработали технологии. Одно дело, когда одна компания выкупает чартерный рейс и потом, соответственно, начинает его, ну, оптом забивать, соответственно, точно так же выкупает санаторий, а тот, кто занимается там санаториями, гостиницами, отелями, он понимает, что его задача просто обеспечить классный отдых, но у него там на год вперед выкуплено уже все, то есть наперед у него одна компания выкупает. Это одно, когда у нас и жнец, и как там, и игрец, да, и на трубе игрец и так далее, предприниматель, он все делает сам, эффективность другая, себестоимость другая, пока не будет технологии, пока не будет плотного контакта, я не говорю, что его нет. И достаточно Крыму тяжело в новых условиях, и у нас есть очень серьезная, ну, перспектива, и у Крыма есть потенциал, который идет. Но вопрос во времени, вот чем он будет более эффективен, тем быстрее мы к этой цели дойдем. Господа, мы будем надеяться на то, что у нас все-таки будет и время, и желание у предпринимателей понимания того, что цены должны быть адекватным, да, у власти инструменты и возможность регулировать эти цены. Господа, я вас благодарю за беседу, зрителей за внимание, увидимся завтра в это же время в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok